Здравствуйте, уважаемые девятиклассники! Все ближе и ближе время сдачи основного государственного экзамена, поэтому неудивительно, что сегодня мы с вами поговорим о подготовке к УГ. Как вы знаете, основной государственный экзамен по русскому языку состоит из трех частей. Первая часть – это сжатое изложение, вторая часть – задание на разные разделы русского языка, и третья часть – это сочинение рассуждения. О сочинении рассуждений мы сегодня и поговорим, и поговорим о том, как выполнять задание 9.2. Задание будет звучать таким образом. Используя прочитанный текст из части 2, выполните на бланке ответов номер 2 только одно из заданий – 9.1, 9.2 или 9.3. Мы сегодня поговорим, как я уже сказала, о задании 9.2. В этом задании оценивается ваше умение понимать главную мысль прочитанного текста, адекватно выражать собственное мнение, аргументировать его, извлекая аргументы из исходного текста, а также оцениваются практические умения, такие как решевое оформление и грамотность. За содержательную часть вы сможете получить 9 баллов из 33 возможных, согласитесь, это не очень мало. Также 10 баллов вы можете получить за грамотность, но грамотность оценивается за сочинение и изложение вместе. Ваше сочинение должно будет обладать всеми признаками текста. Смысловой цельностью, связностью, членимостью – этого требует от нас задание. На смысловую цельность влияют такие качества, как законченность текста, логичность текста, доказательность его. И мы с вами сегодня поговорим о том, как это делать. Очень важно при выполнении задания 9, хоть 9.1, хоть 9.2, хоть 9.3 вы выберете, при выполнении этого задания умело сочетать опору на текст исходный и сочетать с этим свои собственные размышления. Сейчас мы с вами поработаем с текстом. Текст достаточно большой, я его прочитаю, а вы внимательно слушайте. «Был октябрь. На лугах гуляло стадо и доносило дымком с картофельных полей. Я шел медленно, посматривая на перелески, на деревеньку золощиной, и вдруг ясно представил себе нашего поэта Николая Алексеевича Некрасова. Здесь он бродил, беседовал с деревенскими ребятишками, слагал строки стихов, в которых воспевал красоту верхневолжской природы. Сама по себе природа вечно и почти неизменно, если человек ее не уничтожает. Пройдет сто лет, люди придумают новые машины, побывают на Марсе, а деревья будут такими же, и также будет охапками разбрасывать ветер золотой березовый лист. Плыли мы как-то вниз по ветлуге на старой деревянной барже. Рабочий лес промхоза, их было человек 10, лениво переговаривались. Две поварихи и женщины из района сидели на корме и ели яблоки. Река сначала была узкой, берега унылые, с лазняком и ольхой, с корягами на белом песке. Но вот баржа обогнула отмель и вышла на широкий простор. Глубокая и тихая вода лакировано блестела, и в это зеркало смотрелись с обрыва, задумчивые ели, тонкие березки, тронутые желтизной. Вскоре мы вышли на самую середину реки, и когда за изгибом показался хуторок с убегающей в поле дорогой, одна из женщин склонила голову на бок и запела. Запела как будто о том, что видела. Куда бежишь, тропинка милая, куда зовешь, куда ведешь. Продолжили петь женщины уже вместе. А мужчины, сдвинув брови и поджав губы, тоже уставились на хуторок, и кое-кто из них невольно тихонько подтягивал, не зная слов. А может быть, мужчины стеснялись петь в голос. И целый час они все вместе пели, а баржа катила себе вниз по ветлуге лесной дикой реке. Я смотрел на них, вдохновленных, и думал о том, что этих людей, таких разных, сейчас вдруг что-то сблизило и заставило почувствовать вечную красоту. Еще размышлял я о том, что красота, видно, живет в сердце каждого человека, и что очень важно суметь разбудить ее, не дать ее умереть, не проснувшись. Вот такой текст Юрия Тарасовича Грибова, и задание к нему предлагается следующее. Напишите сочинение рассуждения, объясните, как вы понимаете смысл фразы из текста «Красота живет в сердце человека», приведите в сочинении два примера иллюстрации из прочитанного текста, подтверждающих ваше рассуждение. Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. Объем сочинения должен составлять не менее 70 слов. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст, без каких бы то ни было комментариев, такая работа оценивается нулем баллов. Сочинение пишите аккуратно разборчим почерком. Итак, ребята, давайте в этом большом задании выделим ключевые слова, на которые мы должны опираться, чтобы выполнить свою работу. Прежде всего, это сочинение рассуждения. Именно этот вид работы от вас требуется. Во-вторых, два примера иллюстрации. Что такое пример иллюстрации, мы с вами поговорим обязательно чуть попозже, а сейчас давайте вспомним, что такое сочинение рассуждения. Классическое сочинение рассуждения имеет вот такую структуру. В нем есть тезис, мысль, которую вы будете доказывать. В нем есть доказательства, которые мы называем аргументы. Для этого сочинения достаточно двух аргументов. И в качестве аргументов здесь будут выступать примеры из прочитанного текста плюс ваш комментарий этих примеров. И вывод, итог рассуждения. Я советую вам строить всегда свое сочинение по этой традиционной классической схеме. С чего мы начнем работу? Внимательно прочитайте исходный текст. Это мы с вами сделали. Найдите в тексте это предложение, или иногда это может быть несколько предложений, фрагмент, и подчеркните его. Прочитайте задание 9.2, мы тоже сейчас на него посмотрели, и поработайте с предложением фрагментом текста, вынесенным в задание. Подчеркните в нем ключевые слова. Какая мысль заключена в этом предложении фрагменте, об этом надо подумать. Определите, кому принадлежит высказывание, какова позиция автора произведения, как он ее выражает. Вы, конечно, знаете, что позиция автора иногда бывает выражена прямо, но далеко не всегда. Чаще всего позиция автора бывает выражена опосредованно, через диалоги, через какие-то оценочные слова. Перед нами опять наш текст. Внизу выделена фраза, которая есть в задании. Красота, видно, живет в сердце каждого человека. Вы видите, что это даже не целое предложение, а часть предложения. В этом предложении уже подчеркнуты ключевые слова. Красота и в сердце. Вот о чем мы должны подумать. О чем хотел сказать нам автор. Сейчас на этом этапе, когда вы анализируете предложение, я советую вам записать своими словами, как вы понимаете это предложение, как вы понимаете эту фразу. При этом помните, что вы должны давать рассуждения, опираясь на прочитанный текст. Не просто анализировать фразу, а обязательно с учетом того, что вы прочитали раньше. Опираясь на ключевые слова, мы выделили два слова. Красота и сердце. Сформулируйте основную мысль. Это и будет тезисом вашего сочинения. Вот перед нами предложение, в котором подчеркнуты ключевые слова. Красота и сердце. Как я уже вам сказала, сейчас вам нужно будет записать своими словами, как вы для себя поняли эту фразу. Что хотел сказать автор этой фразой. Возможно, у вас получится такое размышление. В каждом человеке от природы заложено чувство прекрасного. Нужно уметь всматриваться в окружающий мир, замечая его красоту. Созерцая прекрасное, можно пробудить свое сердце, научив его ценить эту красоту. Это пока еще не тезис. Это ваше понимание предложения. Оно вам понадобится для того, чтобы сформулировать тезис и написать первый абзац вашего сочинения. Для формулировки тезиса необходимо какое-то небольшое вступительное предложение. Примеры этих предложений вы видите на слайде. Какой смысл? У нас Юрий Тарасович Грибов зовут автора. Какой смысл Юрий Грибов вкладывает в следующие строки? «Красота живет в сердце человека», «Я думаю что», и после этого может идти формулировка тезиса. Это так называемая вопросно-ответная форма. Есть и другие варианты. Автор, заканчивая свое рассуждение фразой «Красота живет в сердце каждого человека», заставляет нас задуматься о... Как правило, ребята, фраза, которая будет вам дана для объяснения, для анализа, она будет находиться в конце текста, потому что в художественном тексте чаще всего именно в финале заключается какая-то ключевая мысль, основная мысль. Смысл финала текста Юрия Грибова я понимаю так. Смысл последних строк текста говорит нам о том, что... Текст заканчивается словами. На мой взгляд, речь идет о том, что... Я считаю, что мысль автора данного текста, выраженная в выделенном фрагменте, заключается в том, что... Автор данного текста привлекает читателя к размышлению над вопросом. По моему мнению, в указанном фрагменте выражена главная мысль текста, которая заключается в следующем... В этом отрывке автор говорит о том, что... В выделенной фразе автор выражает мысль о том, что... Любое из этих предложений вы можете взять для того, чтобы начать свое сочинение. И у нас получится формулировка тезиса. Например, мы взяли первое из предложенных начал. Юрий Тарасович Грибов заканчивает текст высказыванием о том, что красота живет в сердце каждого человека. Это вступительное предложение. И далее идет тезис. Я понимаю эту фразу так. В каждом из нас от природы заложено чувство прекрасного. Нужно уметь всматриваться в окружающий мир, чтобы пробудить свое сердце и научить его ценить красоту. Итак, тезис у нас готов. Мы можем переходить к основной части. Я уже вам говорила о том, что сочинения, все части сочинения должны быть связаны между собой. И сейчас посмотрите, пожалуйста, мы переходим к основной части. Помните о том, что это самая объемная часть сочинения, больше, чем вступление и вывод. В основной части вы должны продемонстрировать свое умение логически рассуждать, доказывать свое мнение, аргументированное, стилистически грамотно. Избегайте, пожалуйста, в этой части пересказа текста. Это очень частая ошибка. А также не следует в этой части сочинения говорить о чем-то, что не имеет отношения к анализу предложенной фразы. Помните, ваша сейчас основная задача – это подобрать аргументы, доказательства вашего тезиса. Ни о чем постороннем здесь писать не надо. Давайте посмотрим, какие мы можем найти примеры иллюстрации из текста. Что может быть примером иллюстрации? Это может быть отдельное предложение, это может быть диалог, это может быть отдельная фраза, это может быть целый эпизод. Внизу опять выделена наша фраза, которая приведена для анализа «Красота, видно, живет в сердце каждого человека». И давайте посмотрим на наш текст. В третьем предложении речь идет о том, что поэт Николай Алексеевич Некрасов бродил, беседовал с деревенскими ребятишками, слагал строки стихов, в которых воспевал красоту верхней волжской природы. Это предложение подходит нам в качестве примера иллюстрации? Конечно, подходит. Потому что здесь речь идет о том, что в душе поэта, в сердце поэта Николая Некрасова была красота, которая выливалась в стихотворные строки. Вот он почувствовал красоту природы и в стихотворных строчках ее выразил. Соответственно, вот первый пример, который мы можем взять. В пятом предложении есть такая фраза. «Пройдет сто лет, люди придумают новые машины, побывают на Марсе, а деревья будут такими же и так же будет охапками разбрасывать ветер золотой березовый лист». Это предложение тоже можно взять в качестве иллюстрации. Здесь речь идет о том, что как бы мы не совершенствовали свою жизнь с помощью различных механизмов, тем не менее красота природы остается неизменной и всегда будет дарить красоту и сердцу человека. И, конечно же, самый яркий эпизод, который находится в конце, о том, как люди пели. Это достаточно большой, вот почти целый абзац. Я его не буду заново перечитывать, этот эпизод. Обращаю ваше внимание на 17-е предложение, где автор подводит такой своеобразный мини-итог. Я смотрел на них, вдохновленных, и думал о том, что этих людей, таких разных, сейчас вдруг что-то сблизило и заставило почувствовать вечную красоту. Обратите внимание вот на это предложение. Вдруг что-то сблизило. Что именно сблизило этих людей? Для внимательных читателей ответ найдется в предложении 10-м. Когда баржа вышла на широкий простор, что открылось перед глазами зрителей? Глубокая тихая вода лакировано блестела, и в это зеркало смотрелись с обрыва задумчивые ели, тонкие березки, тронутые желтизной. То есть что сблизило людей? Красота природы их и сблизило. И здесь есть наше ключевое слово «красота», почувствовать красоту. Соответственно, этот эпизод тоже мы можем взять для примера. Мы нашли с вами три примера иллюстрации, вам для сочинения достаточно будет только двух. Я бы советовала взять, конечно, последний, потому что он наиболее яркий, и какой-то из первых двух. Для того, чтобы перейти от тезиса к аргументам, нам необходимо тоже сделать небольшую связку, своеобразный мостик, который бы соединил тезис с аргументами. Здесь я вам советую использовать такие предложения, посмотрите. Проиллюстрировать тезис можно следующим примером из текста. Или опять вопрос на ответной форме. Какие аргументы можно привести в подтверждение этой мысли? Во-первых, и, соответственно, далее будет во-вторых. Примером может стать аргумент из текста, в котором обратимся к тексту Юрия Тарасовича Грибова. Предложение, пятое, допустим, подтверждает мысль о том, что... Чтобы подтвердить сказанное, обратимся к тексту или к предложению. В предложении автор говорит о том, что... Предложение подтверждает мысль о том, что... Или эту мысль подтверждает предложение, пятое, например. Автор говорит, и здесь есть несколько других глаголов, послушайте, подчеркивает, обращает, акцентирует наше внимание, выделяет, замечает, указывает, размышляет, высказывает интересное мнение или предположение по поводу, особо останавливается на чем-то, возвращается к чему-то и так далее. В тексте можно найти пример, подтверждающий мою мысль. Подтвердить данный аргумент можно примером из такого-то предложения. В подтверждение собственных выводов я приведу пример из такого-то предложения, прочитанного мною текста. Любое из этих предложений вы можете взять, какое вам больше нравится. Например, мы взяли вот пятое предложение. Грибов описывает красоту родной природы. Глубокая и тихая вода лакеровано блестела, и в это зеркало смотрелись задумчивые ели, тонкие березки, тронутые желтизной. На этом слайде я вам сейчас покажу, как можно использовать номера предложений. Во-первых, вы можете привести цитату без номера предложения, как в первом случае оформить, как прямую речь родной природы, двоеточие, кавычки открыли, и как прямую речь оформляем. Здесь пропущено одно слово после смотрелись. Я его пропустила специально, чтобы показать вам, как оформлять пропуски слов. Не всегда вам нужно будет цитировать целое предложение. Иногда вы возьмете фрагмент предложения. На месте тех слов, которые вы пропустили, вы ставите многоточие, как в данном случае. Во втором примере посмотрите, как можно назвать номер предложения, введя его в ваше сочинение. В предложении 3 автор пишет о том, как Николай Некрасов, вдохновленный красотой верхней волжской природы, слагал о родных местах строки стихов. И третий способ. Вы можете пересказать своими словами какой-то эпизод, а в скобках указать номера предложений, в которых об этом говорится. Целый час люди пели вместе, потому что красота родной природы вошла в их сердце. И в круглых скобках указываем предложение 11-17. Вы можете использовать любой способ оформления и помните, что излишнее цитирование может быть расценено как ошибка. Здесь я вам даю такой же совет, который давала при написании тезиса. Сформулируйте смысл каждого фрагмента, который вы нашли и который вы собираете взять как пример иллюстрации, своими словами, запишите на черновике. Помните, что это должен быть не пересказ, а рассуждение, пусть небольшое, но рассуждение, анализ текста. И обязательно следует прокомментировать выбранный аргумент. Аргумент без комментария не будет засчитан. Сейчас я вам покажу, как это делать. Предположим, вы взяли пятое предложение. Вот оно. Пройдет 100 лет, люди придумают новые машины, побывают на Марсе, а деревья будут такими же и также будет охапками разбрасывать ветер, золотой, березовый лист. По этому предложению давайте напишем наш аргумент. Он будет звучать примерно так. Обратимся к тексту Юрия Грибова. Предложение 5 подтверждает мысль о том, что красота природы может подарить человеку незабываемые ощущения. Этим предложением мы начали второй абзац, начали основную часть. Теперь мы должны прокомментировать этот аргумент. Например, такими словами. Использованное автором олицетворение, ветер охапками разбрасывает листья, помогает создать одухотворенный образ природы. Все проходит и все меняется в жизни, а красота природы продолжает вдохновлять людей и будить в них порывы творчества. Конечно, вы напишите комментарий своими словами, но помните, что вы это должны сделать обязательно. Один аргумент без комментария оцениваться не может. Я уже вам про это сказала. Последняя часть, но самая маленькая по объему, но не менее важная, чем все остальные части, это вывод. Вывод – это заключение. Оно должно быть сделано на основе аргументов и должно быть тесно связано с тезисом. Для того, чтобы правильно оформить вывод, вы можете использовать различные речевые сигналы, например, такие уже наверняка привычные вам. Подводя итог сказанному, хочу сказать. Обобщая сказанное, отмечу, что. Проанализировав два аргумента, можно прийти к выводу. Таким образом, приведенные примеры подтверждают мысль о том, что мы пришли к выводу. Вы, ребята, наверняка заметили, что мы не разбирали второй аргумент. Мы о нем не говорили, потому что это будет вашим домашним заданием. Вам нужно будет написать на основе этого текста свое сочинение. Мы с вами разобрали, как сформулировать тезис. Мы с вами разобрали, как ввести в текст аргумент первый и точно так же вводится второй аргумент. Сами примеры мы тоже в тексте нашли. Как писать вывод, я думаю, вы знаете. Единственное, что хочу напомнить, вывод должен подводить итог вашему, закольцовывать ваше сочинение и подводить итог всем вашим размышлениям, всему тому, что вы написали ранее. Обращаю также ваше внимание на то, что в сочинении должно быть не менее 70 слов, а суммарный объем всех слов из сочинения и изложения должен быть не менее чем 140, потому что если он составляет от 70 до 139 слов, то вы не сможете получить максимальный балл за грамотность, всегда об этом помните. Отдельным словом считается все, что написано буквами и отдельно. Цифры не считаются в количестве слов, инициалы также не засчитываются. Слова, которые пишутся через дефис, считаются одним словом. Обязательно после того, как вы напишите черновик, проверьте его на наличие ошибок орфографических, грамматических, речевых. При необходимости откорректируйте его и помните, что ваше сочинение будут проверять эксперты, поэтому пишите аккуратно, разборчиво, чтобы ни у кого из проверяющих не возникло сомнения ни в одной букве. Итак, теперь перед вами ваше домашнее задание. Текст Юрия Тарасовича Грибова о красоте. Вы без труда найдете в интернете. Он есть на разных сайтах, которые используете вы для подготовки к УГ. Также вы можете найти и посмотреть текст в нашем видеоуроке. Я надеюсь, вы легко справитесь с этим заданием и сможете по предложенной схеме поработать и с другими текстами. А я прощаюсь с вами, желаю вам удачи на экзамене. До свидания. Здравствуйте, уважаемые 11-классники. На прошлом занятии мы с вами начали говорить о смысловом компоненте сочинения части 2 27-го задания ЕГЭ по русскому языку. Сегодня я предлагаю поговорить об авторской позиции и отношении к ней по проблеме исходного текста, то есть по критериям К3 и К4. Но сначала хочу напомнить, что смысловой компонент сочинения состоит из первых четырех критериев. К1 – формулировка проблемы, К2 – комментарии к проблеме, К3 – авторская позиция и К4 – отношение к авторской позиции и ее обоснование. Необходимо помнить, что несмотря на то, что за первый критерий дается всего один балл, он является основным. Если в сочинении не находится правильная проблема, значит, все оценивание нулится по первым четырем критериям. 8 первичных баллов теряются, поэтому с проблемой нужно быть особенно внимательными. Если мы будем сегодня говорить об авторской позиции, то начнем с того, что же это такое. Если проблема – это вопрос, который задается автором в тексте, то его позиция – это ответ на этот вопрос. Напоминаю, что проблем может быть много в тексте. Какие-то из них могут быть важные, какие-то второстепенные. Вы можете обозначить их все, но ваша задача сконцентрироваться на одной, на той, которой вы будете подбирать и комментарий, и позицию автора, и свое собственное отношение и обоснование. Проблема в тексте может быть явно выражена. Позиция автора не всегда. Если мы говорим о позиции автора, то это часто зависит от стиля, которому относится текст. К примеру, если это публицистический текст, то позиция, скорее всего, будет выражена явно. Можно даже дать ссылку на определенное предложение. А вот если это текст художественного стиля, то позиция автора там, скорее всего, будет выражена неявно. И искать ее нужно будет по косвенным признакам. Например, по речи персонажем, по характеристике, по авторскому отношению к героям. Что касается авторского отношения, оно может быть разным. Может быть положительным, отрицательным, нейтральным или же неоднозначным. Но в зависимости от этого отношения достаточно просто установить и авторскую позицию к заявленной проблеме. Вы, я думаю, часто готовитесь к сдаче экзаменов по тренировочным сборникам или же занимаетесь в тренажерах в сети интернет. И вы видите, что после каждого текста есть формулировка проблемы и авторского отношения к ней. Обратите внимание, что вам совершенно необязательно формулировать проблему и авторское отношение к ней таким же образом. Давайте посмотрим. Проблема предательства. Каковы истоки предательства? Чем оно страшно? Последствия предательства могут быть страшными. Иногда предательство может быть равносильно убийству или даже хуже него. Это одна из заявленных проблем. И авторская позиция к тексту два капитана по Каверину. Почему люди предают? И как чувствует себя потом преданный кем-то человек? В представленном нам тексте автор рассуждает над этими вопросами. Позиция автора заключается в том, что любое предательство, особенно если оно совершается близким человеком, равносильно убийству. Обратите внимание, что формулировки, данные, например, в тренировочном киме, совершенно не соответствуют формулировке в живом сочинении. Однако это совершенно не мешает правильно сформулировать проблему и авторское отношение к ней, не потеряв при этом смысл. Еще один пример. Проблема понимания истинной любви. В чем проявляется истинная любовь? И авторская позиция по поводу этой проблемы. Истинная любовь проявляется в заботе о любимом человеке в полном самоотречении ради его спасения. Любовь. Что это такое? Может ли любовь спасти человека? Надежда Батыгинта в своем тексте отвечает на эти вопросы. Автор считает, что любовь это лекарство для человека. Поддержка и забота любящего может спасти в трудную минуту. Любовь это самое важное в жизни человека. Какой бы сложной ни была формулировка или проблемы, или авторского отношения к ней, всегда это можно выразить простыми словами, не потеряв и не исказив при этом смысл. Проблема понимания искусства, его значения в жизни человека. Как искусство влияет на человека? Искусство нечто пленительное, волшебное. Оно хранит в себе глубокий смысл и множество тайн. Но не каждому дано эти тайны раскрыть, а только самому пытливому. И обратите внимание на фрагмент сочинения. В своем тексте философ, публицист Гершензон поднимает проблему понимания искусства и его влияния на человека. Позиция автора мне ясна. Он считает, что в искусство должно быть пленительным. В каждом произведении есть внутреннее содержание, которое доступно не всем. Но тот, чей взор острый и напряженный, видит скрытый смысл творения. Таким образом, сформулировать проблему авторское отношение к ней достаточно легко. К сожалению, есть типичные ошибки, которые часто допускаются при формулировании авторской позиции. Первая из них – это отсутствие формулировки авторской позиции. Обратите внимание, например, в тексте поднимается проблема отношения человека к родине. Я согласен с позицией автора и в доказательство могу привести следующее. Если это все, что было сказано о позиции автора, то тогда, к сожалению, по критерию К3 будет стоять ноль, потому что самой позиции автора, к сожалению, нет. Еще один вид ошибки – это когда позиции автора формулируется слишком широко, не точно. Обратите внимание, таким образом, позиция автора выражена в том, что он с наслаждением описывает красоту летнего луга. Автор текста повествует о любви человека и природы, и я полностью с ним согласен. Это замечательно, когда экзаменуемый может дать оценку автору или его произведению, но в сочинении ЕГЭ этого делать совершенно не обязательно. Наоборот, авторской позиции здесь нет, проблематика здесь не заявлена. Мы, в принципе, можем догадаться о том, что, скорее всего, проблема исходного текста была гармонична в существовании человека в мире природы, но в сочинении этого нет, авторской позиции мы тоже не видим, поэтому по критерию К3 снова будет стоять ноль. Следующий вид ошибки – это формулировка позиции автора по другой проблеме, не заявленной в сочинении. Именно в сочинении. В тексте она может быть, и вы можете ее обозначить, но если вы начали работать над одной проблемой, продолжайте над ней работать на протяжении всего сочинения. В тексте автор поднимает проблему роли личности в истории. Таким образом, автор приходит к выводу, что Барклай де Толли – хороший полководец, недооцененный, непонятый современниками. Проблема, заявленная в сочинении, это проблема личности в истории. А вот авторская позиция подходит совершенно к другой проблеме, к проблеме, что многих великих людей, личностей, в том числе полководцев, недооценивали при жизни и смогли оценить только при смерти. Это уже совершенно другая проблема, и авторская позиция к заявленной проблеме, к сожалению, не подходит. Ну и последний вид типичных ошибок – позиция автора подменяется мнением героя-рассказчика. Это считается ошибкой только в том случае, если позиция автора и позиция героя разнятся. Например, автор убеждает нас в том, что самое важное – сохранить хорошее отношение между людьми. Но ведь в результате страдают невинные животные. Я не могу согласиться с автором. Дело в том, что по тексту этот герой неправильно понимает позицию автора. Это он убежден, что хорошее отношение нужно сохранять между людьми в любой ситуации, даже если это причиняет боли и страдания другому живому существу. Автор критикует главного героя, он укоряет его за это. Но, к сожалению, экзаменуемый не видит между этим разницы, поэтому авторская позиция к исходной проблеме не подходит, и по критерию К3 снова будет ноль. Существуют клише, по которым можно понять, что вы пишете именно о позиции автора. Мы рекомендуем иногда ими пользоваться. Позиция автора заключается в том, что авторская точка зрения, как мне кажется, выражена довольно четко. Она заключается в следующем. По мнению автора, с позиции автора, с точки зрения автора. Позиция автора такова, автор считает что, автор стремится донести до читателя мысль о том, что и другую. Кстати, вы можете сформулировать позицию автора и без слов позиция и автор. Для этого достаточно вынести в отдельный абзац, после комментария, пояснения к нему, смысловой связи, то суждение, которое, на ваш взгляд, соответствует авторской оценке. Тогда эксперту будет легко понять, что это именно авторская позиция и ничего другое. Переходим к критерию К4. За него тоже дается всего один балл, но и на этот балл нужно заслужить. Первое, что необходимо сделать для выполнения этого критерия, заявить, согласны вы или не согласны с позицией автора. Если есть данная фраза в сочинении, значит, полдела уже сделано. Но этого недостаточно. Для того, чтобы получить целый балл, необходимо обосновать свое согласие или несогласие с позицией автора. Обоснование может быть разным. Доказательство, опровержение, подтверждение, объяснение, интерпретация, определение или же оправдание. Что касается видов обоснования, их можно поделить условно на три группы. Первый из них это логические. К логическим обоснованиям относятся статистика, факты, выводы науки, законы природы, научные труды и так далее. В общем, все то, что связано с логикой и расчетами. Иллюстративная группа примеров. Это конкретный пример. Его можно взять из жизни, можно взять из литературы, либо же предположительный пример. Да, как ни странно, можно использовать в формулировке, что было бы, если бы. Но только в том случае, если ваш аргумент будет действительно весомый, будет убедительный, будет подходить к заявленной вами проблеме. И третья группа это ссылки на авторитет. Мнение ученого, философа, артиста, цитаты известного человека, мнение эксперта, общественное мнение, ваши личные наблюдения, общественные рассуждения по любому из вопросов. Это все будет относиться к ссылкам на авторитет. Приведем несколько примеров. Люди, не пасующие перед жизненными трудностями, смело смотрящие правде в глаза, это хозяева своей судьбы. Историк Лев Гумилев в своей работе «Этногенез и биосфера Земли» называл таких людей пассионариями. Среди них много великих исторических деятелей, знаменитых полководцев, борцов за свободу и права человека. И каждый из них внес свой вклад в развитие общества. Это пример обоснования логического, потому что используется научный труд Лева Гумилева. Не просто судить о людях, которые в борьбе за жизнь готовы лгать, предавать и убивать. Ясно одно. Они слабы духом и не способны думать ни о чем, кроме собственного спасения. Ярким примером послужит произведение Быкова «Сотников», в котором читатели наблюдают аналогичную ситуацию. Рыбак, попавший в плен вместе с Сотниковым, переходит на сторону немцев и в качестве доказательства своей верности принимает участие в казни своего товарища, ведь его единственной целью было выжить. Это пример иллюстративного обоснования, так как пример взят из художественной литературы. И еще один пример иллюстрации. Я убедилась в том, что существуют не только равнодушные люди. Два года назад в нашу семью пришла беда. Случился пожар. Родственники, соседи, знакомые, даже просто люди, знавшие о нашей беде, помогали нам. Я очень благодарна всем, кто не остался равнодушным и помог мне и моей семье в трудную минуту. Пример взят из жизненного опыта, поэтому тоже является иллюстративным. И что касается ссылки на авторитет. Я согласна с мнением автора. Искусство – это сложная система, требующая упорства и внимательности. Оно может нравиться, но чтобы полностью понять его, нужно немало времени. Люди тратили века на разгадывание тайм мировых произведений искусства. Это свидетельствует о том, что по-настоящему оценить величие многих творений можно лишь после кропотливого изучения деталей и мелочей. И еще один пример. Я считаю, что сочувствие и сострадание прививаются людям с детства. Если ребенок был окружен заботой и лаской, то, повзрослев, он будет дарить это добро окружающим. В обоих случаях используется ссылка на авторитет, общее рассуждение или жизненное наблюдение над одной из сфер жизни. И обратите внимание, среди всех вариантов сочинений вы можете встретить обоснования разного объема. Это может быть два предложения, это может быть пять предложений, это может быть поллиста. Дело совершенно не в этом. Дело именно в аргументированности и в убедительности. Если вы можете вместить свое обоснование в несколько предложений, и оно будет соотноситься с темой и проблемой, которую вы заявили, тогда пишите всего лишь несколько предложений. Но даже у критерия четвертого есть типичные ошибки. Например, это отсутствие аргументации. Позиция автора довольно ясна, только некоторые понимают в полном объеме суть произведения искусства. Я полностью согласен с мнением Герженсона. Если это все, то по критерию К4 будет стоять ноль, потому что никакого обоснования согласия с позицией автора мы не наблюдаем. Следующий вид ошибки. Аргумент не развивает тезис, а перефразирует его, повторяет. Обратите внимание на формулировку. Трудно не согласиться с автором. Я тоже считаю, что сострадание – важнейшее качество человека, потому что каждый должен научиться сострадать ближнему своему. Повторы слов. Мысль дальше не развивается, поэтому по К4 будет снова стоять ноль. И третий вид ошибки. Аргументация подменяется выражением собственного мнения к автору, герою событием исходного текста. Я принимаю позицию автора. Мне очень понравилась описанная Трифоновым история о лошади. Это было прекрасное животное, которым все любовались, и оно не заслужило той жестокой расправы, которую над ним учинили. Это замечательно, что вы можете оценивать произведение литературы и выражать свое отношение к писателю. Но, к сожалению, в критерии К4 это совершенно не нужно. Там нужно только ваше обоснование согласия или несогласия с позицией автора. Обратите внимание именно на это. Подведем итог. Позиция автора должна подходить к сформулированной проблеме. Напоминаю, проблем в тексте много, но вы выбираете ту, которой будут подбираться и комментарии, и позиции автора, и ваше собственное обоснование к позиции автора. Позиция автора в тексте может быть выражена и прямо, и косвенно. В основном зависит от стиля текста. В публицистическом, скорее всего, будет выражено явно, а в художественном косвенно. Позиция автора не должна дублировать проблему. Проблема – это вопрос, а позиция автора – это ответ. И избегайте точной формулировки, точно такой же, как и в проблеме. Это тоже не будет засчитываться в качестве позиции автора. И достаточно только согласиться или не согласиться с позиции автора. Необходимо свое мнение обосновать. Аргументы могут быть трех видов – логические, ссылка на авторитет и иллюстративные. И для того, чтобы вам по критерию К4 поставили один балл, достаточно привести всего лишь один аргумент. Желаю вам удачи на предстоящих экзаменах. Спасибо. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok